На улице минус 2 градуса, я в шерстяном свитере, в кашемировых спортивных штанах. Я пью горячую мачу на овсяном молоке и записываю для вас «Собирайся со мной!». Вообще, это, наверное, мой самый любимый напиток за последнее время. Мне грустно, что теперь мне тяжелее снимать видео, потому что рано темнеет, дневного света мало, у меня есть искусственные лампы, но, если честно, мне намного больше нравится картинка, когда цвет все же естественный, пускай не такой яркий. Не знаю, мне не очень нравятся эффекты этих искусственных ламп, поэтому, когда у меня есть возможность снимать при дневном свете, я все же буду снимать при нем. Сегодня будет непростой «Собирайся со мной!». Я не просто буду с вами болтать, рассказывать, что у меня нового, но еще и поделюсь с вами новинками, которые у меня появились за последнее время в моей косметичке. Какие-то, может быть, я мельком показывала в своих видео, но еще не использовала. Какие-то совершенно новые. У меня специальное зеркало для «Собирайся со мной!» с наклейкой «My Little Pony» от Glen Glow, потому что это зеркало легко держать в руке. Кожа сегодня не в самом лучшем ее состоянии, потому что я не выспалась, я всю ночь писала работу, которую сдаю завтра. Я в видео об уходе за кожей зимой пообещала вам, что скоро попробую протестирую вот этот вот крем от Givenchy. Это супер вещь, я там уже высказала все свои впечатления. Это компактный крем, который твердый, и с помощью вот такого спонжика его надо наносить на лицо. Единственное, что я не понимаю, я очень легонько дотрагиваюсь, и тем не менее появляются все равно вот такие вот... Это прям супер вещь, если вы часто путешествуете. Единственное, конечно, не знаю, насколько этого крема хватит, потому что такое ощущение, что его там немного. Но посмотрим. Буду держать вас в курсе. Сегодня, на момент, когда я снимаю это видео, у меня конец ноября. Вернее, ничего не конец, какое сегодня число? Сегодня 22 ноября. Я сейчас даю просто не какое-то неимоверное количество работы в университете. Я не знаю, как мне со всем справиться. Много уже позади, но много еще впереди. У нас что-то в этом году в университете, мне кажется, профессора сошли с ума. Задают слишком много, слишком много диссертаций, презентаций, помимо этого еще контрольной, и помимо этого совсем-совсем вот-вот уже будет сессия. Я жду, не дождусь, пока это уже все закончится. Это мой последний год. Но, мне кажется, я найду на это силы, и все будет в порядке. Вообще, я сейчас планирую видео, которое я буду снимать в декабре. У меня есть идея сделать плогмас, я ни разу этого не делала. Как-то год назад, по-моему, в январе или феврале я снимала видео каждый день. Это было очень весело, мне нравилось, я все успевала, но у меня в тот момент и учебы было поменьше. Но, с другой стороны, этот декабрь будет очень насыщенный. У меня одна интересная поездка в страну, в которой я еще никогда не была. Ко мне в гости приезжает мой младший брат впервые в Париж. Он вообще никогда здесь не был, не знает, где я живу, как я провожу свое время. И, в целом, декабрь, предновогодний Париж, это всегда красиво. В общем, мне кажется, что у меня это может получиться. И если вы бы хотели увидеть влогмас на моем канале, то я вас очень прошу, напишите мне об этом в комментариях. Потому что, если я увижу много таких комментариев, у меня появится намного больше желания это сделать. Следующая новинка, которая у меня есть, это вот такой вот комплект от MAC. Так, здесь три продукта. И знаменитый иллюминайзер, праймер под тональник, это шоуп крем и хайлайтер золотой. Этот крем я уже как-то пробовала у своей подруги. Я помню только то, что мое лицо сияло. Вот сейчас я только сегодня выставила видео про мой уход за кожей, и некоторые написали, что у меня так сильно сияет кожа, так ужасно, она так блестит, слишком много хайлайтера. Во-первых, у меня там было мало хайлайтера, во-вторых, мне нравится, когда кожа сияет. Я считаю, что лучше сиять, чем быть матовой всей в пудре. Кисточкой я уже один раз попользовалась, и честно сказать, от кисточки я не в восторге, потому что я не понимаю, для чего она нужна. Она настолько как бы лысенькая, мало ворсинок, что и разве что праймер и наносить. Еще я хочу вас предупредить, что очень-очень скоро на моем канале выйдет видео, которое будет по теме моей учебы. Я учусь, если кто вдруг новенький, на истории кино и истории искусства, вернее, в первую очередь на истории искусства и истории кино. И хотелось бы с вами поделиться одним очень интересным курсом, который у нас был в университете, по анализу фильма Хичкока. Но мне кажется, что не все этот фильм смотрели, поэтому прежде чем это видео выставлять, я хочу убедиться, что как можно большее количество людей посмотрит этот фильм. Перед тем, как посмотреть мое видео, потому что иначе будет неинтересно, и фильм этот называется «Вертига» или «Вертига». Это очень классный фильм, я считаю, что это один из лучших фильмов Хичкока по многим причинам. Но все, больше я о нем ничего не говорю. Посмотрите его, и потом будем с вами обсуждать. Мне кажется, это будет очень интересное видео. По крайней мере, видео про анализ картины вам очень понравилось. Я на самом деле знаю, что я очень хочу выставлять больше таких видео, но мне действительно тяжело всю эту информацию, которая у меня есть, переводить на русский язык. Я начинаю запинаться, много нарезки в видео, и это просто не то, как я хочу, чтобы это выглядело. Поэтому, когда я созрею, будет, я обещаю, много видео на тему истории искусства, когда у меня появится побольше свободного времени. Стоит сделать хвостик, чтобы волосы не мешали. Просто когда волосы теперь у меня такие короткие, хвостик делать неудобно. Постоянно растрепывается на время хотя бы, пока я крашу тональник. Пускай лучше я не так хорошо выгляжу, но волосы будут убраны. О чём я хотела поговорить? Вообще, каждый раз, когда я собираюсь снимать видео, собираюсь со мной, у меня очень много идей, очень много того, что я хочу с вами обсудить, и как только я сужусь перед камерой, всё это куда-то испаряется. Поэтому надо все, конечно, свои мысли записывать. Вообще, кто не знает, если вы смотрели мои влоги, то вы, наверное, заметили, что у меня совсем недавно было день рождения. День рождения у меня 30 октября. Я его справляла с своими друзьями в Ницце, и каждый раз перед днём рождения у меня разные мысли. Вот второй год я праздную его ни дома, ни с семьёй. На самом деле, всё мне нравится, всё устраивает, но день рождения, тем не менее, не мой любимый праздник, если честно. Так, я буду наносить от Lumine Instant Glow Fresh Skin Tint. Это крем с пигментом, то есть он очень лёгкий. Если его нанести тонким слоем, то это будет просто крем. Если чуть потолще, то его можно использовать как тоннель. Я всегда всю свою жизнь была во всех, во всех компаниях самая младшая. Я, если вы смотрели, 50 фактов обо мне нету, вы знаете. Я пошла очень рано в школу. У нас в Латвии, во-первых, 12 классов. Семь лет обычно идут в первый класс. А я пошла сразу же в второй, то есть я пропустила первый класс и пошла сразу в второй в шесть, и мне семь исполнилось. Вот, получается, только во втором классе. Поэтому всю жизнь я сталкиваюсь с тем, что я всегда и везде самая младшая. И, если честно, меня это никогда не волновало, потому что я никогда не ощущала себя младше, глупее. Людей, которые меня окружали, пока что это всё страшно выглядит на самом деле, но всё не так страшно, просто он действительно вот как крем ложится. Сейчас я это всё по всей коже размажу. Но я очень часто в своей жизни слышала вещи от людей, которые находились вокруг меня, которые старше меня на год, на полтора, возможно, на два. Такие вещи, как, ну, ты ещё не доросла, ты поймёшь, ты то, ты сё, но вот я немножко тебя старше, поэтому я могу об этом говорить. И меня всю жизнь эти вещи очень раздражали, потому что я не просто себя всегда ощущала на уровне одного возраста с этими людьми. Я более того, как бы это скамерно, может быть, не прозвучало, очень часто ощущала себя даже старше и, может быть, в какой-то мере опытнее, особенно когда я уехала одна сюда, в Париж. Такие люди у меня сформировали какой-то не комплекс, а я не знаю, никогда в день рождения, сколько я себя помню, в подростковом возрасте, когда я праздновала день рождения, я не очень хотела его праздновать просто для того, чтобы не афишировать свой возраст. Вокруг меня было много людей, которые не знали, сколько мне лет, и я просто не хотела, чтобы они узнавали, что я там на год, на два их младше, особенно там, когда, например, всем 16 уже, а тебе ещё 14. Я вот сейчас, когда я проговариваю этот слух, я понимаю, насколько глупо это звучит, но тем не менее, кое было. Мне сейчас исполнилось 20 лет, я в этом году заканчиваю университет, и по сей день я часто от людей, которые старше меня, причём ненасильно, я не говорю про большую разницу, когда человек действительно опытнее, умнее, там, разницу в 7-10 лет, а вот про разницу в год-два, максимум 3. Всем чуть нанесу от Анастазии помадку для бровей, потому что потом у нас будет другой продукт для бровей. Я, по-моему, только в этом году осознала, что так будет всегда, всегда будет кто-то у тебя старше, всегда кто-то будет у тебя младше, и это абсолютно нормально, и твои знания, твой жизненный опыт, и вообще ты, как человек, никогда не должен оцениваться по твоему возрасту. И я поэтому всегда, когда общаюсь с людьми, которые младше меня, которые младше меня на 2-3 года, я никогда, никогда не скажу что-то типа, ну, подрастёшь, узнаешь, там, или ой, ты ещё школу не закончила, вот когда закончишь, тогда и поговорим. Я никогда в жизни не буду так говорить, потому что я сама была часто в тех ситуациях, когда люди тебе вот так вот говорят, показывают тебе, что ты младше, но при этом ты сам внутри понимаешь, что это не имеет никакого значения. И если, ребята, если вы были в таких же ситуациях, напишите мне об этом в комментариях, потому что это чувство, которое мне тяжело объяснить. Тебя как бы принижают, говорят, что ты младше, но при этом ты особо ничего не можешь сказать, потому что, ну, ведь так и есть. Мне кажется, что есть люди, которые в 20-25 лет пережили больше, чем какие-то люди в свои 40 лет, и кто-то может быть мудрее, кто-то может быть глупее, и цифра, которую мы имеем в паспорте, это абсолютно не показатель нашего ума, нашего умственного развития и нашего восприятия жизни. Поэтому у меня просто очень долго вот это такой, ну, не комплекс у меня был, но мне никогда не хотелось говорить, сколько мне лет, потому что все сразу удивлялись, ой, ты такая маленькая. Я закончила школу, получается, в 17 лет, а мои одноклассники, им было либо уже 19 лет, кому-то могло уже быть почти 20, и получается, что я как бы была всегда самая младшая, и это развило во мне такой, ну, не комплекс, но вы понимаете, о чём я говорю, когда там всем есть 18, тебе нету. Ну, это всё детские глупости, конечно, но это то, что меня долгие годы тревожило, и то, что я только вот, когда мне исполнилось сейчас 20 лет, поняла, насколько это вообще глупо. И особенно, кстати, я это поняла сейчас, когда произнесла это вслух. Я очень легонько накрасила брови сейчас, потому что я недавно сделала заказ на сайте Glossier, буквально несколько недель как, они стали посылать во Францию, я давно хотела их попробовать, но всё никак, руки из Америки не доходили заказывать, а тут они объявили, что теперь будет доставка, к тому же бесплатная, во Францию. Что я хочу, во-первых, сказать. Упаковка потрясающая, вот в таком мешочке классно всё приходит, завёрнутым ещё в конверт поверх, какие-то карточки, ещё карточки. Очень мило то, что они кладут вот такие наклейки, прям очень мило. И я заказала три продукта. Изначально я хотела заказать два, но у них был комплект, сет, в котором шло сразу три продукта. Получалось, что это там на 2 евро дороже, чем если я куплю два продукта по отдельности. И изначально, что я хотела попробовать, это две вещи, которые являются абсолютными бестселлерами у Glossier. В первую очередь, это The Boy Brow, гель для бровей, о котором говорил весь YouTube, весь мир в какой-то конкретный период времени, и, в принципе, до сих пор продолжает говорить. Единственное, что продукта здесь очень мало, здесь 3 грамма. Я боюсь, что он скоро уже закончится. Упаковки у них супер милые, очень минималистичные. Я считаю, что это идеальная упаковка для такого бренда, как Glossier, учитывая их в целом идею продуктов, что всё натуральное, лёгкое. И также вот получается то, что мне досталось почти что бесплатно, это помада от Glossier. Начнём мы с консилера. Консилер твёрдый, похож на новый консилер от Nars. Это, кстати говоря, самый светлый цвет, который у них был. Изначально, когда только увидела, я подумала, что он очень оранжево-красный. Я не знаю, это вроде бы не видно на камере, но с более таким розоватым подтоном, хотя я обычно покупаю консилеры с более жёлтым подтоном. При соприкосновении с кожей он начинает подтаивать. Я пользовалась им только один раз. Только вот. Вчера я впервые его накрасила. Он такой довольно-таки жирненький, мне кажется, что его надо обязательно припудривать, но при этом я бы не сказала, что это вот прям full coverage concealer. Мне кажется, что это не самый плотный консилер. По крайней мере, консилер от MAC уж точно более плотный. Я говорю про Pro Longwear Concealer, которым я очень долго пользовалась. Консилер, несомненно, лицо освежает, но вот честно, если бы мне надо было дать свой отзыв, это хороший, неплохой консилер, но когда я впервые им попользовалась, у меня не было такого прям вау, восторженного впечатления от него. Вот когда, например, я купила консилер от Clorans впервые, которым я до этого пользовалась в каждом своем видео, он у меня закончился. Вот когда я впервые лет попользовалась тем консилером, я была в неимоверном восторге. Этот же консилер, он неплохой, но он не так сильно меня впечатлил, как некоторые другие консилеры. Stroke Cream от MAC, я думаю, вы видели, что моя кожа просто сияла после того, как я его нанесла, но сейчас же, придет ли это какой-то эффект сейчас, когда наверху уже есть тональный крем, я не знаю. Но действительно, действительно, это вот такой самый настоящий блестящий праймер, он еще и золотой, сейчас я его на руке. Праймер, к сожалению, не передает то, как он переливается, очень красиво отсвечивает, отражает цвет. Итак, глаза. Если честно, я очень не хочу делать сегодня какой-то яркий макияж, потому что я буквально сейчас выхожу в университет, но мне хочется использовать какие-то вот такие бордовые тени. И, наверное, теперь я возьму еще более темные фиолетовые тени и сделаю, как будто бы стрелку именно рисую, я люблю так делать. Теперь хочу нанести румяна, это румяна от Lumen я им на самом деле уже давно пользуюсь. Если вы видели мой видеообзор на эту марку, то вы знаете, что они мне очень понравились. И теперь пудра. Пудра у меня от Lumen, но я ей пользовалась только один раз, вот как раз в том видео, видеообзоре, и больше я ее, собственно, ни разу не доставала, поэтому для меня она тоже как новинка. Она рассыпчатая, белая пудра, есть подушечка, но я буду использовать кисточку, и я буду наносить в особенности под глаза, потому что этот консилер надо все-таки припудривать. И сейчас та самая вещь, ради которого я делала заказ на глазе, это Boy Brow. Посмотрите, вот такая вот маленькая штучка, на самом деле она совсем крохотная, там всего лишь 3 грамма, можете себе представить. Очень-очень маленькая кисточка, но сейчас посмотрим, как оно уложит мои брови. Я уложила свои брови немножко так направлению вверх, я всегда так делаю. Мне кажется, что гель сработал на ура. Сразу же хочу сказать, что мне очень понравилось в этом продукте, так это то, что гель нанесся равномерно. Огромная проблема с вот такими вот гелями для бровей, когда ты начинаешь красить брови и, например, в каком-то месте случайно красишь очень много, потом начинаешь это все исправлять ватками, кисточками и в конечном итоге получается, что ты нанес продукт кусками. Здесь же он прибавил действительно и объема, и цвета и все это сделал равномерно. Поэтому, если честно, мне кажется, что я теперь понимаю, почему так многие блогеры так фанатели от этого продукта. Довольно объемно сейчас смотрятся мои брови, мне даже как-то немножко не привычно, но в целом, по-моему, если оценивать работу продукта, по-моему, отлично все получилось. Ну что же, теперь у нас хайлайтер из вот этой коллекции от MAC. Кстати говоря, мне кажется, что такая вот коробочка, которую я уже забрала, это очень даже неплохой подарок близким на Новый год, на Рождество. Я была бы очень счастлива, если мне кто-то подарил такой подарок. Особенно здесь универсально то, что это база под макияж и хайлайтер, который, в принципе, подходит всем. Если бы, например, это были тени, то кто-то может не полюбить определенные цвета, помада может не подойти, а вот такие универсальные вещи, по-моему, всем подходят. Ну, единственное, кому-то, может быть, нравится более розовый хайлайтер, кому-то более золотой. кисточкой берем. Вообще, как он называется? Whisper of Guilt. Придает такой очень умеренный блеск. Он не слишком яркий, но вот так вот на каждый день, мне кажется, это самое то. И цвет, в принципе, неплохой. Это, конечно, не самый такой прямо вау-яркий хайлайтер, но иногда не хочется такого вау-результата. Иногда просто красивого блеска вполне достаточно. Что я забыла нанести? А я-то думаю, что-то не так с моим лицом. Я забыла нанести бронзер. Вообще, так много на мне сегодня макияжа, я со всей этой учебой почти перестала краситься. Не ожидала, что это будет такой сложный семестр. Я в Инстаграм не выставляла фотографии уже больше двух недель. Мне даже не верится, что это так, потому что я, даже когда у меня мало времени, всегда стараюсь найти минутку, чтобы выставить фото. Мне это очень нравится делать. Я обожаю фотографировать, обожаю делиться с вами красивыми фотографиями Парижа, но сейчас мне вот настолько не до этого, что даже не знаю, когда я смогу снова за него взяться. Тушь у меня ничего нового. Моя любимая тушь от Clinique. Уже очень давно и пользуюсь, и мне кажется, что на данный момент это моя самая-самая любимая тушь. Последняя в этом видео это губы. У меня есть вот такой вот карандаш от Huda Beauty. Я купила его уже какое-то время назад, но, по-моему, подробно никогда не показывала в видео. Цвет называется Wifi. Почему я его купила? Потому что мои самые любимые карандаши на свете для губ, это карандаши от Kylie и, к сожалению, когда заказываешь в Европу, потом приходится платить еще налог. Поэтому я нашла для него альтернативу. Он даже внешне очень похож. Я не удивлюсь, если это тоже все делается на заводе Colourpop. Похожая упаковка, похожая формула, карандаш очень кремовый. Единственное, цвет я бы, может быть, сделала все же более такой персиковый, потому что этот цвет более розовый, но он, по-моему, просто идеально сочетается с моим цветом губ, поэтому я капельку ухожу за контур. Теперь помада. Помада у меня от Glossier. На самом деле, мне безумно понравился концепт их помад. Это, как я понимаю, какая-то новая формула, которая вышла совсем-совсем недавно. Называется она Generation G и цвет у меня Leo. Я очень долго думала над цветом, потому что весь смысл их помад в том, что когда наносишь один слой, они практически прозрачные и больше придут эффект, как будто бы вы накрасили губы тинтом, нежели помадой. Несмотря на то, что выглядит это действительно как такая темная-темная коричневая помада. Но, если я покажу вам, как это выглядит на руке, очень-очень тонкий слой, нежный цвет, и там были более фиолетовые, более красные, более розовые, более коричневые оттенки. Это был тяжелый выбор, потому что, конечно, я бы предпочла это все на себе попробовать, но я выбрала вот такой вот коричневый цвет. Не знаю, насколько я им довольна. Конечно, без карандаша я им бы, наверное, не пользовалась, потому что немножко странно получается. Хватает какой-то четкости губ, какой-то. С карандашом очень неплохо. И если вы будете долго красить и наслаивать цвет на цвет, то у вас получится такой темно-коричневый цвет. И она не сушит губы, хоть это и матовая формула, она не такая матовая, как, например, помада от MAC. Ну что же, мой макияж готов. Вот такой вот у меня самый настоящий получился осенний макияж. Я сама того не подозреваю, выбрала самые теплые, самые вообще осенние оттенки в сегодняшнем макияже. Надеюсь, что видео вам понравилось. Мне было очень приятно с вами поболтать. Это, на самом деле, один из самых моих любимых форматов видео, когда я и крашусь, и болтаю, и рассказываю вам что-то новое в своей жизни. И получается, что я все-все-все совмещаю в одном видео. Спасибо вам большое за просмотр. И не забывайте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, потому что мне будет очень приятно. Спасибо вам за просмотр. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok